В рамках акции по благоустройству города в Харькове началась весенняя высадка деревьев. Так, первые два десятка лип уже появились на аллеях в Холодногорском районе. А мемориал в лесопарке украсили голубые ели. В частности, до конца мая на улицах, парках и скверах появятся клёны, липы, ясени, грабы и буки. Следующая по плану озеленения – улица Сумская. Здесь работа кипит сегодня с 7 часов утра. Десяток саженцев мелколиственной липы рассадили вдоль тротуара напротив сада Шевченко. Коммунальщики рассказывают, тяжелее всего даётся корчевание пней старых деревьев. Пеньки-то большие, они разрастаются, корневая система большая на всю яму, приходится тяжело их корчевать. Транспорт у нас сегодня был, допустим, экскаватор, экскаватор нам помогал корчевать. В ямку насаждение попадает с удобрением, поэтому при правильном уходе липы будут расти до 100 лет, говорят работники Харьков-Зеленстроя. Да, вот где обдёртая кора, полая, техника же поцарапала. Это обычная краска, чтобы затянулась рамка, чтобы болезни никакие. Может начать гнить или какие-то болезни, или насекомые проберутся под кору. Молодым деревьям около пяти лет. До высадки их выращивали в специальном питомнике, а в Харьков привезли из Запорожья. Липы сажаем за того, потому что липы кислорода дают больше, чем любая. Елки не посадишь по этому самому, по Сумской, допустим, или по площади. Сажаются липы. Тополя, они очень быстро растут, но зато они потом хрупкие. И аллергия от пух с тополей идёт, и всё. Они сейчас никто не сажает. Всего в этом году в Харькове планируют высадить 1700 деревьев. Уже в эту субботу в Парке Победы пройдёт экофестиваль «Гринфест», в рамках которого посадят сотню баобабовых саженцев. Юлия Семененко, Елена Нагорный, Алексей Калмык. Медиагруппа «Объектив».